Привет, друзья! Привет, народ! Привет, мальчики и девочки! Вы на канале Бытмен. 3D-скульптор в бытовке. На этом канале я выкладываю видео и показываю, как я переехал из квартиры в свой контейнер, в мастерскую. Но для того, чтобы начать полноценно работать и проживать, контейнер нужно привести в порядок, а именно отремонтировать и подготовить к проживанию. Итак, на сегодняшний день у меня есть только телефон, только ручка, только блокнот, моя бытовка и возможности монтировать видео у меня нет. Поэтому видео, возможно, для кого-то покажутся долгими, но они в режиме нон-стоп. Поэтому смело ставьте видео на X2, присаживайтесь, смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, ставьте, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои выпуски. Итак, поехали. В этом видео я вам покажу о способе утепления пола в моем контейнере-мастерской, на котором я остановился. Чтобы понять, как устроен пол в контейнере, давайте обратимся к схеме, которую я для вас нарисую, потому что на руках, на пальцах, на словах объяснять сложно. Итак, ребят, внимание на мой эскиз-чертеж. Это мой черновик и неудавшаяся попытка записать видео. Итак, давайте посмотрим, что представляет из себя пол бытовки. Если посмотреть на бытовку прямо, она представляет из себя прямоугольник, извините за кривоту. Она представляет из себя прямоугольник, представляет из себя элементы рамы, опоры и земли. То есть, вот этими точками каркаса рамы, она устанавливается к полу. И давайте я вам покажу именно вот этот узел, как он устроен. Так, этот узел несущей рамы устроен следующим образом. Гнутый лист оцинкованного металла. Потом следующий элемент оцинкованного металла. Между ними герметик и они прихвачены на сварочную точку. Это именно несущая рама, о которой мы говорим. Пол представляет из себя... Так, давайте вернемся немножко к раме. То есть, это у нас опоры, это у нас земля, чтобы было понятно. И этими точками каркас бытовка устанавливается на пол. Это цветочек, если кто не понял. И травка. Пол представляет из себя ячейки из гнутого листа металла оцинкованного. И соединяется все это дело вот таким вот образом. Надеюсь, вам понятно мое художество. И соединяется вот таким образом. Соответственно, лист идет внахлёст. Здесь точка хвата. Так, чтобы вам видно было. И если посмотреть немножко в перспективе, то мы увидим вот эту вот картину. Так, здесь подъем. Ступенька. И здесь уже идет, извините за кривоту. И следующий лист. И здесь сварка. Так, да? Так, как это выглядит здесь? Несущая рама. Вот эта часть металла. Следующий элемент. Вот он. Это углубление представляет из себя отлив. И, собственно, ячейки из оцинкованного листа. Вернемся к схеме. Вот он, этот отлив, который мы с вами посмотрели. И вот они, ячейки пола. Как устроены стены? Стена имеет... Так, чтобы вам было видно. Стена имеет деревянный каркас. Внутрь стены уложен утеплитель 100 миллиметров. Стена. Это улица. Это внутри. Это снаружи. И профильный лист, он повторяет вот этот выступ, этот паз, он повторяет этот паз и уходит, закрывает уже нам всю панель. Все бы ничего, и задумка, на самом деле, хорошая. Но профиль, который закрывает нам стену, он имеет не... Он не плоский, да, а он имеет такую ребристость ребра. Так, соответственно, это пошло вверх. Надеюсь, понятно. И вот этими выступающими частями профиля, да, он плотно прилегает к раме, к основанию. Это рама, да, у нас. Но вот этими углублениями профильными, давайте на этой схеме нарисую, он пропускает воду, если идет дождь, тучка у нас, да, он пропускает воду, соответственно, давайте чуть-чуть вот так, чтобы вам было виднее. Соответственно, капли воды и влаги, они просачиваются сюда. По идее, они здесь должны вентилироваться и испаряться, но со временем что-то пошло не так. Так, скорее всего, здесь забилось все мусором, листьями, ну, я действительно выгребал оттуда листья, мусор и так далее. И вот эти швы сварные, их, конечно же, разорвало. Влага пошла вниз, внутрь контейнера и начала образовывать коррозию. То есть влаги было настолько много, что она заходила на листы. Я вам сейчас покажу это все наглядно. Влаги было настолько много, что она лужами стояла и образовывала ржавчину. Вот эти места, вот эти места, которые я обрабатывал, зачищал. Сейчас обработал специальными растворами. И далее я буду грунтовать эту всю ржавчину. Но для меня непонятно, почему вот этот лист и это место, оно не ржавое, а вот эта полка, вот эта полка, которая держала цементно-стружечную плиту между панелью стеновой и этой полкой металлом, лежала цементно-стружечная плита 20 мм. И именно эта полка, давайте посмотрим на раму. Вот она, эта полочка. Вот идет стеновая панель. Это у нас 20 мм. Сюда заходила ЦСП, цементно-стружечная плита. Вот я оставил небольшой кусочек, чтобы вам было понятно. И именно вот эти места, вот эти вот места начали ржаветь. Для меня не совсем понятно, откуда здесь берется влага, но я так понимаю, что здесь уровень воды стоял настолько высоко, что ЦСП просто на себя начало тянуть и разрушилось. И действительно, когда я демонтировал ЦСП, она в этих местах была мокрая, влажная и разрушенная. Что же, что же, что же делать? Соответственно, ЦСП я демонтировал. Давайте посмотрим поближе на стеновую панель. Это у нас стена, стеновая панель. Соответственно, это у нас металлическая полка. И это у нас полка каркаса. Здесь мы имеем разрушение шва целостности. Здесь у нас все проходит вовнутрь влага. Соответственно, я когда монтировал стены, панели стеновые, я сюда проложил линолеум на этот участок. С этой стороны, вот эти места я постарался заделать герметиком. Но все равно идет просачивание. Я не знаю, откуда, что, как. Возможно, какая-то деформация где-то. Ну, невозможно все учесть на эту длину. Тем более, я не могу полноценно сюда пробраться, потому что у меня стоит контейнер. Уже установлен контейнер. Здесь идут гаражи. Прям вплотную, можно сказать, там зазор 3-4 сантиметра. И здесь уже идет другой контейнер бытовка. То есть возможности полноценно загерметизировать меня уже нет. А перед установкой я об этом не подумал. Поэтому давайте вернемся к схеме. Если эти места я загерметизировал, можно сказать, что здесь я попытался образовать некий герметизирующий барьер для воды. Влага все равно проходит. Она находит какие-то пути. Влага все равно сюда проходит. И все равно она просачивается вовнутрь. Соответственно, что придумал я? При утеплении я хочу вот эту полку металлическую загнуть вниз. То есть здесь ее не будет. Загнуть вниз. Вот эту полку металлическую я хочу обрезать и загнуть ее вниз. Ниже у нас идет лист металла пола. Ну, чуть-чуть не в масштабе, но примерно так. Далее на сам пол, вот как здесь, лист пола, я планирую уложить рейки, обработанные каким-то составом. Отработкой, наверное, я их обработаю, чтобы на них уложить уже утеплитель. Рейки, утеплитель. Для чего? Для того, чтобы здесь оставался некий зазор, который будет позволять воздуху проходить и не собирать влагу. Влага, возможно, будет собираться, конденсат, еще что-то. Но будет возможность воздуху проходить и таким способом вентилировать хотя бы под утеплителем. В отличие от того способа, который был здесь ранее. Политвиновый пакет ложился прямо на оцинковку и внутри минвата. Естественно, минвата вся была мокрая, вся была мокрая, и я ее выбросил. В никаком утеплении от мокрой минваты речи не может идти. Соответственно, это у нас рейка дерева. Сюда я укладываю утеплитель 100 мм. Это уже ЭППС, спиннинг, полистирол. Как правильно? Ах да, извините, я пропустил. Между рейк, после рейки и перед утеплителем я планирую пустить все-таки какой-то парабарьер или гидробарьер с заходом, с отсечением вот этой вот влаги, которая, возможно, пойдет отсюда. Соответственно, под стеновую панель установить некие опоры и давать возможности влаге идти сюда, вниз, уходить сюда. Но гидробарьер, пленка парабарьер, он не даст влаге перейти уже к нам в пол, в стяжку. Я на это рассчитываю. Как это выглядит на схеме? Вот этот файл. Давайте представим, что этот файл – это гидробарьер. То есть он уходит под утеплитель. 100 миллиметров утеплителя. Получается, вент-зазор. Утеплитель придется запенить. Отсечь эту полку. Получается, эта полка служила для крепления плиты ЦСП. Но я ее хочу отсечь утеплителем, соответственно. И в образовавшиеся ванночки из утеплителя, здесь тоже будет утеплитель, в образовавшиеся ванны уже заливать стяжку. То есть давайте посмотрим. У нас есть утеплитель здесь. У нас есть утеплитель здесь. И у нас есть утеплитель, ну, немножко криво, здесь, на высоту гидробарьера. Да? И, соответственно, сюда уже будет идти стяжка. То есть это уже будет все заливаться стяжкой. Далее у нас будут, у меня будет идти проложен теплый пол, труба теплого пола, который тоже будет заливаться стяжкой. Вот ориентировочно какую схему, какую схему утепления я выбрал. Вот так, ребят. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях, оставляйте свое мнение, экспертное или неэкспертное. Я читаю все комментарии, их немного, но я читаю. И еще несколько слов о том, почему я выбрал теплый пол. Это не основной вид утепления, но я возлагаю на него определенные, наверное, надежды, потому что, во-первых, я подключился к сети, где действует двухтарифный, где действуют два тарифа за оплату электричества. Днем он очень дорогой, 8,60, ночью он 1,2 кВт, поэтому я планировал отапливаться ночью и чтобы тепло аккумулировалось через пол зимой, ну, хотя бы поддержив, хотя бы какое-то время, чтобы его поддерживать на протяжении дня, чтобы не было запахов от каких-то масляных тепловых пушек, дизельных тепловых пушек, чтобы это было не пожароопасно, чтобы это было беспроблемно в обслуживании, а так как у меня контур всего лишь 30 метров из сшитого полиэтилена АПЕКС, я думаю, проблем на ближайшие там 20-30 лет, ну, просто с трубой не должно случиться. Во-вторых, во-вторых, мастерская не такая большая и здесь будет хорошая система вентиляции и многие, кто говорит, что теплый пол поднимает вверх пыль, там, дышать невозможно, жить невозможно, но при 15-16 градусах для мастерской и это нормально, температурой пола, я думаю, находиться здесь будет комфортно. конечно, я не откидываю еще установку радиатора под окно и установку радиатора куда-то в другой конец контейнера. Вот такие на сегодняшний день у нас, у меня дела, ребята, пишите комментарии, подписывайтесь и что, до новых встреч, всем мир, берегите себя, пока. Субтитры сделал DimaTorzok